Здравствуйте, у микрофона Яков Кротов. История – жизнь. Так я бы переделал известные слова о том, что знание – сила. История и жизнь – вот наша сила. Знание само по себе не сила. И, как говорил Эйнштейн, показывая на книжный шкаф в своем кабинете, мой книжный шкаф знает больше меня. Но все-таки Эйнштейн – это я. История – жизнь. Для меня история – это общение. И смысл жизни, содержание жизни – это общение. Общение – это разновидность коммуникации, высшая форма коммуникации. Не всякая коммуникация – общение. Когда следователь допрашивает человека, это не общение. Это коммуникация. Особенно, если следователь – коммунист. Извините за ехидство. Но у меня к так называемым коммунистам, которые бесконечно далеки от идеалов коммунизма настоящих, довольно длинный счет и много претензий к вопросу о том, что такое история. В истории очень много псевдообщения, самозванного общения, общения сверху вниз. Так вот, история как общение. Давайте посмотрим с самого начала. Самое начало истории, оно заключается в том, что это довольно позднее явление. Если мы под историей подразумеваем нечто описанное, нечто сообщенное, нечто зафиксированное, а это разумно, тогда история, ну, давайте считать Геродота, как это традиционно принято, и это, в общем, довольно логично. Тогда все, что было до Геродота, это доистория, так оно и называется. И это правильно. Давайте посмотрим на каждого из нас, на себя. У каждого из нас есть память. Она в какой-то момент начинается. Бывают люди, у которых память охватывает очень раннее время. Но даже у этих людей, которые помнят, может быть, как их мать кормила грудью, все равно это не с нуля, это не в очреве матери включается. И это очень избирательно и обрывочно. Настоящая память формируется уже в зрелом детском возрасте, скажем так, в подростковом, и где-то годам к 13-14 одновременно с половым созреванием, с остановлением личности происходит и формирование личной исторической памяти. Человек обретает историю. У большинства людей, если все нормально, есть какая-то точка в раннем детском возрасте, когда он начинает, или она, активно спрашивать родителей, а вот вы как были в моем возрасте, а что вы любили, а куда вы ходили, а ваши папа с мамой, и так далее, и так подобное. А кто моя бабушка? Рассматривает старые фотографии, и прочее, прочее. Человек не просто запоминает себя и факты своей истории, он вводит в свою память и события чужой жизни. И это происходит все время. Тогда здесь маленькое отступление. Я в интернете слушаю много лекций по истории, я ищу хороших, интересных популяризаторов истории, я ищу лекции на темы, про которые я мало знаю. И однажды я натолкнулся на человека, который в интернете, на ютюбе, у него, ну, кажется, сотни лекций. Меня это прямо изумило, потому что для меня каждая лекция – это подвиг, это как на экзамен идти. Сотни лекций, и они все доходят только до 20 века включительно. Он принципиально, он сам об этом говорит, не касается настоящего. История, говорит, он начинается, ну, вот где-то лет 60-70 назад. Его логика понятна. На самом деле уже Марк Блок, великий французский историк, погибший в французском сопротивлении, резистанции под Леоном в 1944 году, говорил, что его профессор истории, Марк Блок был с 1886 года, значит, дело происходило в начале 20 века, его преподаватель истории в ВУЗе, в Сорбонне, говорил, что история заканчивается в 1830 году. Ну, все, считаем, да, это времена дедушек этого профессора. Сам Марк Блок говорил, что многие из его учеников говорят, что история теперь заканчивается в 1914 году. Ну, а для многих людей сегодня история заканчивается в 2000-м. На самом деле, конечно, это иллюзия. То есть иллюзия, что история где-то заканчивается, а потом начинается современность, современная история, или даже еще хлеще сказать политика. История никогда не заканчивается. Нету никакой точки между прошлым и будущим, потому что нету прошлого. Есть история, либо ее нет. Но, видимо, все-таки уже с древнейших времен можно говорить о том, что человек начинается в тот момент, когда он начинает помнить историю. В течение довольно многих десятилетий, наверное, даже века два, главным вопросом, которым задавались и задаются этнологи, антропологи, историки, это вопрос, когда появилась религия. Мне кажется, что это совершенно второстепенный вопрос. Значительно интереснее, когда у людей появилась та память, которой мы сегодня обладаем, и которая довольно резко отличает нас от, как бы сказать, от сожителей по планете Земля. Когда появилась память? Любопытно, что когда говорят о появлении религии, то считают, что вот когда появились захоронения, тогда и религия появилась. Потому что если человек хоронит кого-то, значит, он уверен, что есть загробная жизнь. Мне кажется, это абсолютно ничем не доказанное утверждение, как и большинство наших попыток восстановить доисторическое прошлое и сделать его историей, это утверждение по аналогии. Вот я на месте этого человека думал бы так-то и так-то. Эти аналогии часто уместны, но далеко не всегда. Более того, в истории существует довольно мощное направление. Ну, лучше всего знают Освальда Шпенглера. Это не историк профессиональный, это журналист. Но его книга «Закат Европы» она хорошо легла на сердце довольно многим людям. Она такая пессимистически-циническая, что, говоря словами русского поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Нету сочувствия. Сочувствие возможно, но нам сочувствие дается, как нам дается благодать. То есть Египет древний не поймет современного Египта, древний римлянин не поймет современного римлянина и так далее. Насколько велика пропасть, он не уточняет. Подозреваю, что и для него она проходит по дедушкам. То есть я со своим дедушкой еще найду общий язык, а со своим прадедушкой уже не найду. Это неплохое, наверное, интуитивное ощущение. Оно подразумевает, что границы проходят по языку, потому что язык не существует вне тела. И я с человеком в теле, со своим дедом, могу найти общий язык, потому что у нас, кроме слов, эйников, бейников, междометий, взглядов, у нас еще телесные соприкосновения. И человек учится говорить, включает в себе центр речи, способность речи, когда его обнимает мать, когда он трется об отца. Это тоже часть коммуникации, часть общения и базовая часть, предисловие к общению, очень важная часть общения. Так вот, мне кажется, что когда человек начинает хоронить своих предков, к религии это имеет очень косвенное отношение. Я сужу по аналогии, потому что сегодня, когда после Пасхи, на так называемую Красную Горку, после уже Фомина Воскресенья, через 10 дней после Пасхи, в современной России по неграмотности, часто просто сразу после Пасхи, люди едут на кладбище, это ведь не христианские обычаи, это языческие обычаи, это обычаи, связанные с верой в то, что Бога, может быть, и нету, а вот умершие есть, есть духи умерших, они разные, но в целом они неблагожелательны, человек умер, ему нехорошо. Он настолько переживает то, что он умер, что он, может быть, сделает нам какую-нибудь гадость, отомстит за свою смерть, за то, что мы живы, а он мертв. И тогда его подкармливают, ему ставят стопочек водочки, ну, чем при жизни покойник питался, корочку, хлебушка, вот такая вот жизнь. Так вот, это говорит не о том, что люди поверили в Бога, появление захоронений, а, видимо, это где-то 20-30 тысяч лет назад, говорит о том, что у людей появилась память. И первые исторические хроники это могилы, это могилы. Где здесь буква, кто здесь слово? Это тело человека. До того, как человек изобрел письменность, человек изобретает знаки, самые разные. Мы хорошо знаем знаки, как изображение людей на скалах, как изображение птиц, вообще изображение, татуировки, насечки, это все было уже 300-400 тысяч лет назад. Мы прочесть не можем, знака недостаточно для коммуникации, знак всегда нуждается в сопутствующем слове. Но иероглиф, изображение человека, это уже некоторые информационные революции, коммуникационные революции, их было много. Я революцию называю, как это и принято, в приличном обществе, не что-то разрушительное, не путь, а прогресс вращения, еще на один виток продвинулся человек в своем движении к познанию и к лучшему общению, лучшей коммуникации. Так вот, люди начинают прежде всего с того, что они используют себя в качестве книжки, когда мы наносим татуировку, когда мы одеваемся, ведь мы же не просто одеваемся, мы одеваемся со смыслом. Мы красим нашу одежду. И к первобытным людям это тоже относится. Ну вот самый древний мумифицировавшийся человек, погибший на границе современных Италии и Швейцарии, это несколько тысяч лет, но у него уже было все тело покрыто татуировками. То есть это человек сообщения, человек телеграмма. Но прочесть не можем. Так вот, когда человек себя украшает, это сообщение, коммуникация, и когда человек хоронит тело другого человека, он превращает труп в знак, в иероглиф, который что-то увековечивает, что-то сообщает. Поэтому, кстати, первые захоронения, они часто бывали в пределах поселка. Ну, отсюда обычай наш, вешать фотографии близких умерших на стене, вообще рассматривать их фотографии, казалось бы, выкинь и забудь. Кстати, когда только изобрели фотографии в 19 веке, то первые, для чего использовали фотоаппараты, фотографировали умерших. Это были 50-е, 60-е годы. Люди изумились. Оказывается, денег на акварелиста, на портретиста не было у большинства. А на фотографии это все-таки было резко дешевле. И не просто фотографировали умершего, а сажали его на стул, одевали, естественно, в хорошую одежду, и рассаживались вокруг него. То есть тело человека превращалось в способ не просто увековечить память, а себя запечатлеть с ним. Мы не вслушиваемся в такое словосочетание, как увековечить память. А что оно означает? Что значит увековечить? А это означает создать память, означает написать историю. Когда мы завязываем узелок на носовом платке, хотя, по-моему, так уже никто не делает, это, кажется, и не на носовом платке завязывали, а на больших платках, которыми грелись и покрывались, это тоже уже мы творим историю. В этом смысле похороны можно сравнить с детской игрой в секретике. В мое детство так играли, наверное, и сейчас так играют. Когда раскапываешь ямку, кладешь туда кусочек фольги, крышечек от кефира, были такие крышечки из фольги, синяя, зеленая, иногда полосатая, кажется, ряженка. Поверх кладешь какое-нибудь стеклышко от бутылки, ну, в основном, конечно, были зеленые, но иногда попадались рыжие. И все это закапываешь, а потом приходишь и от времени откапываешь, как будто бы археолог. Я потом увлекался археологией, раскопал много могил, в Чувашии и под Маночем, под Ростовом-на-Дону. Так вот, это же тоже человек создает себе память, он вводит в свою жизнь прошлое. Это очень маленький человек, но это уже человек с историей. Вот я закопал, вот я был там-то. И из этого формируется личная история человека. А кто объект этого общения? Да мы сами и объект, мы прежде всего общаемся с самими собою. Так возникает история личная, она страшно хрупкая. Почему? Да потому что она личная. Общение всегда стремится перейти за край. Общение полноценное – это выход к другому. И в этом смысле история, которая ограничена мной, моими родными, моим поселением, моей деревней, моей Москвой, дорогой, это не совсем полноценное общение. Это то, что сейчас принято называть сектантское общение, замкнутое. По-английски это называется греческим словом parochial, от греческого parikia, parikia – это всего-навсюю приход, община. То есть это кружок, кружковщина, история как кружковщина. Она, видимо, была. Вот Стоунхедж, другие мегалитические сооружения. Современному человеку интересно читать про то, что это древние обсерватории, что это накопление астрономических знаний и так далее. Это неверно. Точнее, эта функция у некоторых из них, видимо, была, но вы понимаете, от того, что церковь ориентирована на восток, и довольно строго, хотя и с отклонениями 10 градусов туда-сюда, в зависимости от времени года, церковь не превращается в обсерваторию. Так вот и древние мегалитические сооружения это прежде всего захоронения, только особенные. Для людей великих, богатых уже, видимо, появилась какая-то социальная иерархия. Но эта история осталась историей внутри какого-то кружка. И вот кружок вымер, исчез, и вместе с ним исчезла история. Мы это называем доисторией, доисторические люди. Но вы знаете, ведь и сегодня многие люди живут тогда тоже, они доисторические. Ну, простейший пример. Работники спецслужб, те силовики, которые убивают, насилуют, бьют, имея на это разрешение и благословение от нас, от жителей страны. Это же так, мы это терпим, и мы считаем, что это необходимо. Так вот силовики, мы живем во время, когда в одной стране за другой, и на западе, и на востоке, и в свободных странах, и в несвободных, принимают законы, что не надо разглашать о них информацию, нельзя показывать их лицо. Они такие тени, ниндзя. Но люди боятся, что их убьют. Во-первых, я думаю, что это неблагородно и бесчеловечно выходить на бой с врагом, который числен намного меньше, поверьте мне. Но они и признают. Выходить на бой, закрывшись. Ой, в меня бросят полиэтиленовым стаканчиком. За это ведь у нас, кажется, до вечера сажали. Была и такая история. Но главное, что эти люди сами себя лишают истории. Сколько я видел чекистов биографий, и они все укладываются в две-три строки. Совсем недавно был на Донском новом кладбище полковник Кремень. Я нашел о нем в списках мемориала. Ну, палач и палач возглавлял управление тюрем при ГУЛАГе в 37-39 году. Возглавлял СМЕРШ на Юго-Западном фронте. Вполне мог и моего отца тогда расстрелять. Но мой отец не отступал. Хотя, сразу после начала войны, мой отец, который был учителем под Киевом и пошел добровольцем, по возрасту он уже не подходил, но пошел на фронт, он вместе со всеми, как и другие 100 тысяч солдат, отступал на восток и далеко отступал. Потом у него были окопы Сталинграда. Могли за отступление расстрелять, только расстреливавшие убежали быстрее. Так вот, это люди без биографии. Об этом полковнике Кремне ничего не узнать. ничего, кроме того, что на надгробие, которое похоже на листок, вырванный из партийного билета, фотографии, даты жизни, имя, фамилию, отчество. То есть, это люди внеисторические. И, надо сказать, большинство из нас такие. Укажу на простейшую фобию. Я увлекаюсь фотографией и неплохо фотографирую в старой классической манере. и поразительно, но примерно 90 людей из 100, даже 95 людей из 100 стесняются фотографирования, боятся. Почему? Трудно сказать, это какая-то интуитивная врожденная фобия. Точно так же люди боятся истории. Помилуйте, да у нас даже идиома есть попасть в историю. Вот мы чего боимся. У нас историофобия. Кстати, это хороший пример. Я не помню такого слова. Пример неологизма получается не дурной, потому что обычно говорят фобия и присоединяет русский корень, латинский, как инвалиды фобия. А историофобия, история, это же греческое слово, описание. Так что тут греческое с греческим. Так вот, у всех народов есть история, но только история инкапсулированная, история неполноценная в этом смысле. Еще раз скажу, цену общения определяет то, насколько оно выходит за границы, необходимые для выживания. Но мы знаем, что и до Геродота была история. Это то, что называется аналистика, хроники. То есть, мы знаем персидские надписи, мы знаем клинописные тексты о походах, я пошел, я убил. Это история? Нет, говорят историки, это не история, это анналистика от латинского слова анус, год, там два н, прошу заметить, анналы. Почему это не история? Ну, в каком-то смысле это история. Когда Иван Грозный завел в себе синодик невинно убиенных, он поминал тех, кого, как он писал в этом синодике, отделал, в Пскове отоделано столько-то человек, то есть, посечено, убито. Это разве была история? Когда мы идем к Соловецкому камню и читаем имена убитых, мне все время по закону мировой подлости достаются имена палачей, потому что там имена в основном 37-й год. Это мы что, историю пишем? Нет, мы молимся, ну, верующие молятся о прощении грехов, неважно, палач или жертв, грехи у всех, неверующий просто показывает, что он помнит и скорбит и хочет, чтобы больше не было такого палачества, но это не история, это бессмысленное нагромождение имен, поэтому там палачи, в общем, ну, как бы не то чтобы органичны, но простительны. Мы не пишем историю преступления, мы перечисляем имена, вот тупо тех, по признаку этих расстреляли, все, этих расстреляли, это не история, это не общение, это зарубки на деревяшки, пройдут годы и все будут недумевать, о чем мы так ходили-то? Так вот, когда начинается история? Видите, обычно говорят Геродот, я бы сказал, что одновременно с Геродотом, Геродот, напоминаю, это середина пятого столетия, одновременно с Геродотом был еще так называемый дефтерономист, слово довольно громоздкое, это слово тоже греческое, означает оно второзаконие, почему второзаконие, второзаконник? в Библии, пятикнижие, в пятикнижие есть книга второзакония, и, видимо, тот, кто писал или редактировал эту книгу, это сборник богослужебных указаний, это сборник нравственных указаний, такого обычного права, там всего понемногу, и, видимо, тот же, кто сочинял эту книгу, составил остальные книги пятикнижей, Торы. Более того, историки предполагают, что и книга Судей тоже входила в первоначальный текст, то есть, это был некоторый комплекс. Человек собрал древние легенды, древние сказания об Аврааме и так далее, о потопе, он их собрал, привел в некоторую систему, кое-что дописал, и получился такой огромный летописный свод, и это уже не просто летопись, а это история. Как повесть временных лет, она основана на каких-то анналах, погодных записях, но в ней автор, я думаю, можно говорить преподобный Нестор, он вложил в нее какой-то смысл, откуда появилась русская земля. Замечу, что под русской землей здесь имеется в виду, конечно, украинская земля, ни Руси, ни России тогда в строгом смысле не было. Это был конгломерат разных земель, современная Украина прежде всего, и Беларуси. Волгогское междуречье просто не было заселено, поэтому говорить о том, что это Россия, так же нелепо, как говорить, что Вильгельм Завоеватель в XI веке покорил Америку. Россия по отношению к Украине, как Америка по отношению к Британии. Это бывшая колония, которая превзошла размерами матку. Так вот, что же сделал автор первых шести книг Библии? Он из вороха разных неисторических материалов создал полноценную историческую книгу. В чем ее историчность? А в чем там сообщение? Это сообщение о том, что история это не просто секир башка, это не просто ответ на вопрос, откуда взялись люди, как в рассказе об Адаме и Еве. Это не просто законы, как они развивались и так далее, а это про то, что у людей в истории есть некоторая миссия, смысл, какой. Для автора вот этого шеститомника, назовем его так, для этого докторонумиста, история была служением Богу. Особенно ожесточенно он объяснял, что в Израиле должен быть только один храм, храм Иерусалимский, все остальные должны быть снесены, их ведь было довольно много у евреев. Более того, вообще-то любой отец семейства был по определению еще немножечко жрецом, как хорошо описано у Фазилии Скандера в его эпосе Сандра из Чигема. Каждый брал барашка, ехал в гору на склон, в Библии это называется на плечах, на склоне, и резал в честь урожая, в честь праздника и так далее, рождение сына и еще что-то. Нет, только в Иерусалим централизованный культ. Я сейчас не буду вдаваться в подробности откуда такая вот идея, что один храм, почему она оказалась так важна. Но идею такую он проводил и в этом объединил разные тексты. Теперь посмотрим идею Геродота. Геродот писал как бы о любви греков к свободе. он описывал как греки отстаивают свою свободу. Следующий великий историк, на мой взгляд, даже более великий, чем Геродот, Фукидит, он жил, родился на 30 лет позже Геродота, и описал как персы вторглись в Грецию и как греки дали отпор союзом во главе с Афинами. Почему Геродота называют отцом историю, он скорее похож на дедушку или даже на прадедушку, если мы решаем, что прадедушки отделены основательнее от потомства, чем дедушки. Потому что Геродот очень увлеченно описывал еще и географию, он описывал весь мир Средиземноморья. Это есть у Фукидида, но Фукидида о чем? Это, пожалуй, первый полноценный историк, потому что у него история с двойным дном. С одной стороны, он описывает победы греков, он описывает любовь греков к свободе. С другой стороны, когда мы читаем историю Геродота, это какие греки? Это греческие греки. Сам Геродот родился не в Греции, он жил на территории страны, которая сегодня Турция. Греки из крохотной своей Греции страны небогатой, скудной. Естественно, они оттуда заселяли окрестные страны и, в общем, обычно при этом вырезали местное население. Они поступали как голландцы, такая крохотная страна, что из нее все время выплескивался и выплескивается избыток населения, была огромная голландская империя колониальная. Я сегодня знаю многих голландцев, которым в Голландии просто, ну, не то чтобы негде жить, хотя там довольно тесно, а негде работать. Они работают по всей Европе, по всему миру. Я даже знаю одну голландку, мою куму, у которой квартира на Арбате. Работала в Москве и даже вот там завелась, ну, это еще в 90-е, такая вот квартира очаровательная. Теперь уже бабушка, очаровательная женщина. Так вот и греки, они выплеснулись за пределы малой родины, малой Греции. И большая Греция, это, ну, считайте, там от Сицилии и юга Италии, это все греки. Я уже не говорю про Херсонес, Крым и так далее. Так вот, Геродот описывает не просто греков, которые любят свободу, он описывает греков, которые завоевали огромную часть тогдашнего плодородного культурного мира. Он описывает завоевателей, любовь завоевателей к свободе. Завоевывали ради свободы. На самом деле, как некоторый отголосок, этот милитаризм во имя свободы дошел и до нас, когда у нас говорят о борьбе с террором ради самообороны, конечно, это все то же самое. Да, мы вводим войска за многие тысячи километров от наших стран, чтобы мы остались свободными людьми. А вот, смотрите, там несколько сотен человек, они угрожают нашей свободе и бросают десятки тысяч вооруженных хорошо солдат против нескольких тысяч далеко живущих каких-то людей. В промежутке была концепция древних римлян, которые все свои завоевательные войны, начиная с самых крохтных против соседней деревни, вели очень торжественно всегда, только ради самообороны. История самообороны. История мира оказывается история бесконечных войн, но это только оборонительные войны. Никто и никогда не наступал. Во всяком случае до Геродота и Фукидида. Геродот искренне считал, что греки борются за свободу. Фукидид здесь намного интереснее. У Фукидида есть речи великого Перикла, призывающего к сопротивлению, резистанс, алифтерия, но Фукидид все время иронизирует. То есть часто в Греции эти речи читают школьники в школах. Это как у нас слово о полку Игореве, но они саркастические. Кстати, как и слово о полку Игореве. Это все с прищуром. Фукидид считал, что греки наломали дров, что они как бы сказать, сопротивлялись конечно Персам, но прежде всего не воевали друг с другом. Главная опасность для греческой свободы это греки. Это греки. Каждый хочет поработить другого и порабощает и свобода от персов была куплена ценой порабощения греков грекам. Ну, потом это приобрело совершенно уже гомерические размеры в виде империи Александра Македонского, который Персию покорил и до Индии дошел и все это свобода. Вот такая история Наша история Тут можно спокойно перемахнуть через пару тысяч лет потому что на протяжении многих веков история продолжала писаться и сочиняться как история употреблю саркастическое выражение Салтыкова Щедрина как история победы одолений история империи история великих религий история расширения нашей свободы на весь земной шар Вы понимаете тут стоит вопрос об адекватности людей Вот сейчас в наше время Британия Англия отстаивает свою свободу Брекзит выйти из Европейского Союза Мы маленькая жемчужина в оправе моря словами Шекспира Мы не хотим чтобы к нам кто-то лез Мы хотим вот у нас на лужайчике Мы хоббиты с мохнатыми ножками Мы никого никогда не хотим чтобы нами командовали Ага Это люди говорят которые создали величайшую империю в истории человечества где по словам историков 19 века и географов никогда не заходило солнце колоссальная империя Империя которая в отличие от Европейского Союза стояла не на добровольном союзе а стояла на кровавом истреблении завоевавших завоеванных народов кровавом потому что уничтожались буквально миллионы людей это был настоящий организованный террор весь 19 век это 19 век век великих ученых век ну в общем-то действительно удивительных открытий и часто думают что вот век великих открытий великих империй но это все равно что считать что если Гитлер современник Пикассо и художник то Гитлер тоже из истории живописи милитаризм 19 века глубоко противоречил научным и техническим достижениям 19 века это перпендикуляры а вовсе не какой-то синхрон милитаризм всегда и всюду это клоп который сидит на теле человечества высасывает кровь и приговаривает без меня ты бы заболел я тебе кровопускание делаю спасибо скажи без меня бы ты вообще давно бы помер ага кровопускание так вот возвращаясь к истории средние века в этом смысле воспроизводили модели Геродота Фукетита Библии естественно Дефтеронамиста то есть история это прежде всего объяснение почему мы должны жить так как мы живем и вдруг начиная с 16 17 века начинается то что мы говорим современная история в широком смысле современной модерн и это время веры в прогресс когда история описывает не почему мы так живем а почему мы не должны так жить почему мы должны сделать шаг вперед и здесь оказывается что история очень радикально меняется у нее появляется интересная соседка двойник которого раньше не было у нее появляется соседка наука в русском языке история тоже наука но в английском языке более точной в большинстве западноевропейских языков точнее история это знание knowledge а наука это science ну от латинского сознания совесть от этого же корня консценция в русском языке когда хотят это деление и даже противопоставление воспроизвести говорят естественные науки и гуманитарные науки в чем разница а вот великий историк 19 века леопольд фон ранке официальный историк пруссии и берлина он умер в 1886 году с историками вообще большая проблема они практически все умерли и я вот говорю что я историк и думаю матушки что ж неужели и мне скоро леопольд фон ранке дал знаменитое определение истории что история это узнать как все было на самом деле we as eigentlich gewesen eigentlich это можно перевести и фактически и реально на разные языки переводят по-разному на русский вот принято так переводить на самом деле я бы скорее предложил перевод по-настоящему почему потому что тогда можно спросить а по-настоящему это что вы понимаете слово настоящее в русском языке имеет два довольно разных значения с одной стороны настоящее это современное это то что происходит вот сейчас тикает тик-тик так-так а с другой стороны настоящее это подлинное если я сейчас возьму нарисую картину и подпишусь Пикассо это будет современная картина но она не будет настоящая если кто-нибудь от моего имени заведет блог в интернете будет писать Яков Кротов родился тогда там мою фотографию там разместит это будет настоящее в смысле протекающее сейчас совершающееся сейчас но это не будет ни современным ни настоящим моим блогом мой настоящий блог напомню сайт яков.works да просто заходите в Яндекс набирайте Яков Кротов и там много чего выкатится так вот когда мы говорим об истории кирпичей там нет развлечения настоящее настоящее и настоящее подлинное кирпич он и есть кирпич можно написать и пишут истории красоты есть история уродства история вина ну то есть ленопития история депрессии сейчас большая мода писать такие вот истории отдельных человеческих явлений это легко пишется но написать историю одного единственного человека и здесь прямо таки все болото мы начинаем вязанность как ее написать как описать того кто сам себя не может описать ни один из нас не может себя описать потому что внутри нас нечто что описывает и бесконечно больше чем описываемые настоящее тут граница между тем что называется антикварная история или анналы в 18 веке появились такие антикварные истории когда лихорадочно с увлечением собирали факты просто груды фактов энциклопедии энциклопедии это история нет нет википедии история нет потому что можно собрать груду фактов и то что появилось википедии это как раз нормальное повторение процесса 18 века создание некой фактической базы но когда Леопольд фон Ранке говорил что надо узнать как все на самом деле он совершенно не имел ввиду что надо собрать факты он имел ввиду что надо собрать факты отделить факты от лжи от иллюзий и поставить эти факты в определенную систему увидеть эти факты в определенном свете в свете определенных законов о и вот здесь начинается история 19 века позитивистская история которая считала что люди похожи на весь остальной мир они часть природы то есть люди сбросили оковы религиозных суверий бога нет ну к Дарвину это уже как бы у интеллектуальной элиты стало скорее нормальной позицией не для ранки впрочем замечу сейчас объясню почему это важно а что тогда история как не исполнение воли божией не хождение во храм и так далее не завоевание других народов потому что бог нас избрал а все остальные к счастью будут повиноваться нам королеве британской так вот значит оказывается что человечество это просто такой природный феномен оно развивается как и все существующее в природе по определенным законам надо просто эти законы установить и бросились устанавливать и Гегель и Маркс после него но потом эти законы стали писать одна российская конституция вторая нет у человечества никаких законов и человечества в этом смысле нет но фон ранки считал и не он один что законы есть это законы улучшения прогресса то есть как в животном мире есть движение от низшего к высшему так и в человеческой истории есть такое же движение понятно что конечно здесь концепция Дарвина оказала огромное значение но она была изрядно переврана сам Дарвин не был сторонником социального дарвинизма что выживают и побеждают лучшие он был слишком умен и наблюдателен и вот вся история тогда превращается в нечто вроде старта ракеты древний Вавилон он конечно много и дал была даже концепция панвавилонизма все цивилизованное пришло из древнего Вавилона и 60 секунд и так далее но все это только тот огонь который подымает нас вверх и мы должны кого-то еще вверх поднять Ранке был протестант он считал например что вся история духа это история которая ведет к появлению Лютера и к победе протестантизма как истинной чистой веры в Христа к тому же Ранке был пруссак он был немец и считал что объединение Германии вокруг Пруссии вокруг Берлина это закон истории все историки 19 века были в этом смысле твердые государственники не монархисты уже они были государственниками то есть верили в государство как то что для народа благодаря народу во имя народа здесь к сожалению в русском языке всегда есть некоторая напряженность недоразумения потому что Россия оставалась самодержавной монархией и поэтому слово нация народ в русском языке имеет не совсем тот оттенок который имеет в языке английском немецком и так далее там с 19 века нация это все люди которые граждане одного государства они равны перед законом произошла эмансипация евреев они получили те же права что французы во Франции немцы в Германии произошла эмансипация женщин они получили те же права что мужчина там произошла у нас пока еще не очень у нас даже налицо некоторый откат так или иначе но когда француз говорит национальная библиотека он имеет ввиду государственную библиотеку государство есть нация это называется политическая нация то есть нация полиса государство как большой полис город напоминаю по-гречески полис от слова поли много место где живет много людей в сравнении с деревней политическая нация хоть ты еврей хоть ты алжирец ты приехал выучил французский принес присягу ты француз у тебя есть происхождение бэкграунд но ты теперь француз в россии пока не так в россии изобрели странное слово россиянин и оно не решило проблемы надо конечно говорить что все граждане россии русские либо тогда ну мы средневековье где есть государство образующие нации мы считаем нацию по крови а не по гражданству так нехорошо нельзя и вот прошло полтора столет сранки я вначале упоминал Марка Блока это французский историк он был еврей и погиб сопротивляясь нацистам в отряде маки партизан но он конечно был абсолютно француз он сам о себе говорил что я еврей только если рядом антисемит что к сожалению как мы видим было значительно чаще чем хотелось бы для здоровья Марка Блока сколько еще исследований он мог бы написать но он успел написать замечательную книгу смысл истории она есть в сети и я думаю что вот ее я бы советовал прочесть может быть даже не Геродота и Фукидида их тяжеловато читать не имея четкого ключа а вот Марка Блока интересно почитать у него есть автобиография это очень интересный текст Марк Блок один из создателей школы анналов он совершил вместе с некоторыми другими французскими историками прежде всего Люсьеном Февром переворот в истории очень важный этот переворот отражал переворот который произошел у людей среди которых жили историки как ни странно школа анналов называется так архаично ведь анналы как мы помним это хроники погодные записи год от года между тем конечно это не было возвращение к анналистике к истории которая просто как сейсмограф фиксирует какие-то беды и несчастья а вы знаете что был такой эксперимент маленьких детей ну первый второй третий класс просили описать как они провели лето и оказалось что для них у многих из них были хорошие благополучные родители богатые семьи они проводили лето катались на яхтах даже на лыжах в Швейцарии но они об этом не писали они писали я сломал палец я переболел ангиной у меня была корь для них вот на этой ранней стадии формирования памяти главным были беды несчастья они их выделяли они формировали их личную историю точно так же как в древних хрониках не пишут что все было хорошо хорошо и хорошо а пишут о войнах завоеваниях и так далее как в анекдоте про английского лорда который не говорил не говорил считали что он немой и вдруг в 14 лет сказал сидя за столом забыли подать солонку все подняли брови и кто-то осторожно спросил сэр так вы умеете говорить да сказал он а почему вы раньше молчали раньше все было в порядке тут представление что у человека может быть порядок и тогда не надо говорить а я возвращаюсь к тому что такое жизнь человек история это речь это общение молчащий человек вызываем психушку что-то случилось пусть он объяснит надо не лечить но это патология человек должен говорить ну есть исихасты скажем они молча молятся или буддистские монахи они медитируют но это безмолвная речь это не молчание так вот школа аналов марк блок люсьен февер что они сделали они перестали изучать политику они перестали изучать войны завоевания они перестали описывать историю как историю беды несчастья победы одолений завоевания империи их крушения это же история болезни это не история здорового человека и здорового человечества И они стали описывать историю отдельных личностей, не биографию. Биографии писались, ну, Плутарх прежде всего, современник апостола Павла. Вот классические биографии, до сих пор многие читаются из них неплохо, интересно. Но почему биография не есть история? Биография настолько не история, насколько она описывает человека, как кого-то замкнутого в себе. Но есть люди исторические. Это уже прорастало в XIX веке, когда был культ Наполеона, когда историк Томас Карли написал книгу «Герой героической» в истории, и Наполеон на это сильно повлиял. И он писал, что история двигает единицы, лидеры, ну, как Данка с вырванным из груди сердцем. И сегодня многие люди считают, что вот есть быдло, а есть какие-то сверхгерои. Капитана Америка, капитана Кремль, полковник Кремень. Так вот, для Марка Блока любая крестьянка, любой бездомный был такой же исторический герой, как Александр Македонский. Для меня больше. Потому что Александр Македонский был просто массовый убийцей. Он убил миллионы, видимо, людей. Чем тут восторгаться? Взять бы стул, да бы ломать бы об его голову. Ну, уже голова непонятно где. История человека. Это история общения. Ну, вот классическое исследование, одно из самых первых, это история одной небольшой французской деревушки в Пиренеях. Сохранились протоколы. Туда в 16 веке приехали инквизиты и допрашивали местных жителей. Те довольно подробно отвечали. И мы можем восстановить жизнь этих людей, о чем они думали, какими они себя видели, какими они видели окружающий мир. Это безумно интересное чтение. Это, может быть, еще не вполне исторические люди. Хорошо, давайте возьмем другого человека. Из более-менее наших современников, который бы нам в дедушке годился. Ну, вот мне в отцы. Андрей Дмитриевич Сахаров. Сахаров. Он герой, да как сказать, но это исторический человек. У него была масса коллег. Я с некоторыми из ними имел честь быть знакомым. С ним нет, только с его женой. Она прочла мой очерк Сахарове и сказала, что хорошо. Сама написала из Бостона. Я был очень рад, что... Ну, это же... Так вот, Сахаров. Он не потому исторический деятель, что без него не было бы, скорее всего, российской атомной бомбы с такой скоростью. А потому что он встал за свободу. И он свою жизнь благополучную, физика, богача, будем прямо говорить, он ее заменил на жизнь Ганимова, но стоящего за правдом. Вот историческая жизнь. И он не сидел за правду на кухне, а он выходил за правду там на площадь, к суду, где судили, несправедливо и злокозненно. Он писал о правде, пользуясь тем, что у него, как Нобелевского лауреата, был огромный ресурс. Ну, и вообще он был, конечно, профессор высветила. Но у него была масса зарубежных друзей и физиков, тоже героев в своих странах. И он, вместо того, чтобы выйти в кэш, как сейчас говорят, он вышел в свободу и стал историческим человеком. Он стал общаться с другими людьми. А большинство из его коллег писали мемуары, но не общались. Работа над секретным проектом очень купирует способность к общению. И рад бы сказать, но уже привык молчать. И таких людей я повидал. И большинство людей в России, люди доисторические и внеисторические, боятся говорить. И, кстати, часто правильно бояться. Можно погибнуть. Погибнуть телом. А теперь выбираем. Погибнуть преждевременно телесно или стать историческим человеком. Войти в историю. Мне кажется, что надо попробовать второе. А скотинеться, стать кирпичом в огромном здании тюрьмы народов или даже тюрьмы процветания мы всегда успеем. А стать свободным. Свободным значит свободно общающимся. Наверное, на этом я остановлюсь. Следующую лекцию, рассказ, размышления я хочу посвятить уже просто нашему 21 веку, насколько мы его прожили, а прожил довольно изрядный кусок, в сущности, почти поколение, как биологи считают поколениями, ворзост, репродукция, размножение. У человека это обычно 20 лет, 25. Но сейчас в большинстве стран продвинутых, хорошо живущих, ближе к 30, даже 35. Но, в общем, мы прожили значительную часть 21 века. Это наша современная история. Насколько она исторична? Есть ли в ней вообще история? Или только страхи, болезни, самоизоляция, безо всякого ковида и с ковидом? Вот об этом поговорить. Всего вам доброго. Спасибо за внимание, кто дослушал до этой точки. Счастливо. Счастливо.